Программа в теме. Журналисты Радио ЗФМ о людях, событиях и фактах. Профессия учителя является одной из самых важных. От учителя зависит, как ребенок научится познавать мир, будет ли любить получать знания и кем станет, когда вырастет. Добрый день, в студии Владислав Радюков. Сегодня в теме расскажем о программе «Учитель для Беларуси», которая находит и поддерживает выпускников и профессионалов из разных сфер в их стремлении стать учителем. У нас в гостях Анатолий Бурак, учитель истории и обществоведения Станьковской средней школы имени Марата Козей, участник программы «Учитель для Беларуси». Добрый день, Анатолий. Добрый день. И Татьяна Карпеневич, учитель математики гимназии города Ляховичи, участница программы «Учитель для Беларуси». Приветствую вас, Татьяна. Добрый день. Мы в прямом эфире, поэтому можно задавать вопросы, высказывать свое мнение с помощью мессенджера Телеграм. В поиске набирайте слитно без пробелов Радио ЗФМ или нажимайте на символ Телеграм на сайте radiosfm.by. В соцсети ВКонтакте ищите группу проекта в теме, там можно оставить комментарий под анонсом этой передачи, а я адресую его нашим гостям. Также смотрите видеотрансляцию на YouTube, ссылки на сайте radiosfm.by. Давайте начнем с самого начала. Я думаю, что пока никому непонятно, что такое «Учитель для Беларуси». Давайте расскажем, в чем смысл этой программы. Татьяна. Программа «Учитель для Беларуси» была запущена в июне 2018 года. Было принято решение об организации такой программы, и с осени по весну велся набор первых участников, подбирались, проходили отборы. Миссия программы, чтобы каждый ребенок имел шанс раскрыть свой потенциал. Мы находим людей, которые не только учителей, но и из любой сферы участников, которые готовы переехать в регионы, в региональные школы, там, где они больше всего нужны, на два года, и работать там сельским учителем. Поэтому наша программа не для городских школ, а скорее для региональных. Программа нацелена на то, чтобы бороться с образовательным неравенством. Не секрет, что в сельских школах, в региональных школах дети имеют менее качественное образование, менее возможности для реализации своих каких-то способностей, раскрыть свой потенциал. Поэтому мы призваны немножко нивелировать, скрасить это образовательное неравенство. Два года участник программы находится, преподает в этой школе. Мы поддерживаем его не только методически, у нас есть и кураторская поддержка, проектная. Кроме того, что учитель преподает свой предмет, он еще призван создать некий такой социальный проект, который идет на развитие местного сообщества. То есть участвовать не только как учитель, преподавать предмет, но и развивать местное сообщество. Это если кратко. Но, насколько я понимаю, участником программы может стать не только человек с педагогическим образованием. Правильно, Анатолий, я правильно понимаю? Да, совершенно верно. В программу можешь податься как учитель, который работает в школе, или человек, который имеет педагогическое образование, но не работал по специальности. Но в том числе это может быть человек, который не имеет педагогическое образование, но у которого есть, скажем так, высшее образование, законченное любое. И если он разделяет ценности программы, если он хорошо знает предмет, который готов преподавать в школе, если он проходит все этапы отборки, проверки, то тогда он может также принимать участие в нашей программе и тоже стать учителем для Беларуси. То есть я правильно понимаю, что программы призваны решить вот эту проблему образовательного неравенства, когда лучшие учителя работают в каких-то лучших столичных гимназиях, а в регионах остаются те, кто там, ну, просто рядом где-то жил, да? То есть тут предлагается переехать туда, где нужны эти учителя, да? Можно? Совершенно верно, но при этом переезд, он не является обязательным. То есть человек может как остаться в своей школе, в которой он преподает, или он может согласиться на переезд, как, например, я. Я уже работал на момент подачи заявления в программу в сельской школе, но для меня было принципиально переехать в какую-нибудь другую школу, и я этой возможностью воспользовался благодаря программе. Вот, поэтому можно остаться в своей школе, а можно переехать. То есть получается, что программа каким-то образом мотивирует человека сделать такой осознанный выбор. А что входит в эту мотивацию? Какое-то вознаграждение? Да, здесь есть и материальная поддержка. Каждый участник получает стипендию. Кроме того, ему компенсируется в случае переезда расходы на жилье. Если участник одобрен и заключен договор, он уже является частью программы, ему компания и спонсора новенький ноутбук в пользование на два года, и потом он впоследствии остается ему. Ну и кроме финансовой поддержки осуществляется методическая, кураторская, проектная поддержка. То есть это не просто взять человека в программу, и вот он два года преподает. А здесь его поддерживает огромное количество людей в любой сфере. Это может быть и по урокам, это может быть и просто даже наладить общение с администрацией, наладить общение с родителями, с учениками, помочь реализовать проект. И в принципе просто даже поддержка, когда, ну не секрет, тяжело работать в школе, особенно в сельской. То есть когда что-то не получается, есть человек, к которому можно обратиться за помощью. И при том даже не один, это десятки людей. Просто написать в сообществе, и тебя всегда поддержат, и всегда в эту секунду кто-то. А вам приходилось обращаться за помощью? Мне лично да, не один раз, потому что тяжело, у меня большой перерыв. Я практически не работала в школе, и придя туда, конечно, было много вопросов. И просто иногда хотелось кому-то высказаться о наболевшем, а тяжело. Это все-таки сельская местность, и там очень много тяжелых историй. Я думаю, что нужно рассказать, как вы попали в этот проект. Давайте начнем с Анатолия. Анатолий, вот вы уже немножечко рассказали, но давайте вот с самого начала. Как вы узнали об этой программе, и как и почему решили принять в ней участие? Да, сейчас расскажу, но я бы еще добавил немножко Татьяну, что вместе с теми бонусами, которые получает участник программы, также следует добавить, что при переезде в другую школу участник должен будет найти сам себе жилье, но при этом программа может компенсировать ему проживание, если это будет сумма, на которую может рассчитывать банк. Вот, а что касается меня, я работал, вообще я являюсь выпускником Бургумни Пушкина Брестского, вот, и я по распределению попал в свою родную деревню, где я отработал учителем истории общества ведения 3 года. Это деревня Остромечево Брестского района, вот, и после того, как я там проработал 3 года, у меня был выбор. То есть я просто был классным руководителем 10-го, потом 11-го класса, и когда дети мои уходили, у меня тоже такое было пограничное состояние, я думал или тоже уходить полностью из профессии, или как-то поменять школу или там район, где бы я преподавал. И я как раз-таки в это время узнал о программе, я видел на различных сайтах интервью с участниками, из первого набора, вот, и меня это вдохновило, и ближе к концу учебного года, это был, наверное, май, если не ошибаюсь, я подумал, то есть, ну, один раз живем, то есть можно попытаться, а вдруг я буду достойно. Вот, и я заполнил форму, отправил, вот, и потом со мной связались, как говорится, и тут все завертелось. А что привлекло, ну, помимо там каких-то материальных бонусов, да, и там ноутбука, и что привлекло, вот, возможность именно общаться с лучшими представителями профессии и повышать свой профессиональный уровень? Ну, скажу так, что материальные бонусы меня не привлекали, потому что компьютер у меня не так уже был, поэтому ноутбука меня не купишь. Действительно, для меня главным было это, возможно, что-то изменить в своей жизни, куда-то переехать в новое место, скажем так, это для меня был вызов, и как раз-таки программа «Учителя Беларуси» не только такой вызов мне предоставляла, но и она, как я считал, и я так считаю, и так и получилось, помогла мне, скажем так, стать лучше как учитель, как профессионал, поэтому для меня материальные бонусы были не на первом месте, хотя они, безусловно, важны, а это возможность стать частью вот этого учительского комьюнити, передового, как вы тоже сказали правильно, я соглашусь. Увлеченного профессии причем, да? Да, да, именно общаться с аппонтанными учителями, специалистами, которые могут помочь тебе стать лучше как педагог, чтобы в свою очередь делать лучше жизнь детей. Не было моментов, вот уже когда было принято решение, когда вы думали, все-таки надо было бросать эту работу учителем, идти там, не знаю, в бизнес? Разумеется, конечно, были, потому что я никогда не жил, скажем так, слишком далеко от дома, вот, а так, получается, я переехал из Брестского района в Держинский район, то есть это достаточно в рамках Белоруссии значительное расстояние, и вот я уже почти два года живу самостоятельно, и при переезде вот эти проблемы, которые всегда возникают при своем месте жительства, да, то есть ты отчасти разрываешь свои старые связи, ты меньше общаешься с друзьями, с семьей, это новые коллеги, новые знакомства, новое место жительства. Конечно, это вначале немного пугало, я из-за этого, скажем так, стрессовал немного, поэтому были такие мысли, действительно, а достоин ли я, а нужно ли мне это вообще на самом деле, то есть туда ли я вообще пошел, но, знаете, вот через пару месяцев, когда я пообвыкся, да, пообжился, то есть таких мыслей уже не было. Коллеги из комьюнити помогали справиться с этой вот сложной ситуацией? Да, безусловно, то есть я соглашусь с Татьяной, не только она одна, то есть обращалась за помощью у нас, поэтому и есть, например, методист, куратор, но и просто люди, которые, наши коллеги-педагоги, которые всегда могут откликнуться на нашу помощь, помочь. Если тебе, например, просто грустно, ты не ощущаешь себя в своей тарелке, так и наоборот, с помощью, помочь с каким-то проектом, реализовать какую-то идею, то есть с этим всегда можно обратиться. Татьяна, давайте переходить к вашей истории. Вы говорили, что у вас педагогическое образование, но вы не работали по специальности, так? Да, я практически не работала по специальности, хотя закончила педагогический университет по специальности учитель математики, и у меня потом ушла в бизнес. Я много работала в бизнесе, в логистике здесь, в Минске, я сама минчанка. Ушла лет пять назад из бизнеса, просто поняла, что офис – это не мое, я уже реализовала себя там на все сто, и больше потолок я не вижу себя там. То есть вы из Минска переехали в Ляховичи? Да, мы из Минска с семьей переехали в Ляхович. И пять лет примерно, вот я искала то, от чего захочется просыпаться по утрам и бежать на работу, знаете, не тянуть ноги, как обычно это происходит, а так, чтобы вот хотелось. Я понимала, что это не офис. И однажды это был как раз-таки последний день приема заявок в учитель для Беларуси 24 мая. Я на Фейсбуке наткнулась на это, показала мужу, он говорит, ну чего ты ждешь, давай, пробуй. Я заполнила заявку, мне позвонили, прошли отборы, и первая школа, которую нам предложили, это была в Ляховичи, хотя идея была, конечно, такая, уехать в какую-то глубинку, в село, но я понимаю, что жизнь делает все так, чтобы было удобнее тебе. Ну хорошо, поедем, посмотрим школу в Ляховичи, это гимназия. И когда мы приехали, мы поняли, что мы больше не хотим смотреть другие школы, и так мы остались в Ляховичи. Моя семья меня поддержала, со мной переехали мои младшие дети, муж живет на два дома, ну в принципе я так выходные где-то здесь, в будние дни преподаю, вот. Ну старшая дочка уже в лицее БГУ учится, поэтому мы пока только с младшей, вот в Ляховичах сейчас работаем. Чем вас так привлекли Ляховичи? Потому что многие думают, столица, тут же вся жизнь, а вы захотели уехать, жить и работать в Ляховичи. Ну вот у меня даже в соцсетях я все время фотографирую свои пейзажи, которые возле дома, за окном, и в любое время года, в каждое время суток это прекрасно, это такой ресурс, это наполняет, к сожалению, в Минске здесь больше город, да, таких пейзажев мало. Вот это очень располагает место, просто волшебное, и я все время говорю лиховичанам, вам очень повезло с климатом. Честно, вот сколько мы живем, то таких дней пасмурных, по-настоящему дождливых, с плохой погодой, вот пальца в одной руке хватит пересчитать. Какое-то волшебное место. Даже стало интересно. Я напомню, что сегодня мы в проекте «В теме» говорим о проекте «Учитель для Белоруссии». У меня в гостях Анатолий Бурак, учитель истории и обществоведии Станьковской средней школы имени Марата Козея, и Татьяна Крпеневич, учитель математики гимназии города Ляховича. Мы сделаем небольшой перерыв, прежде чем мы на него уйдем. Хочу напомнить, что мы в прямом эфире, поэтому можно написать нам в Телеграм, набирайте в поиске слитно без парабелов «Радиус ФМ» или нажимайте на символ Телеграм на нашем сайте «РадиусФМ.БИВАЙ», в соцсети ВКонтакте, добавляйтесь в группу проектов «Теме», там оставляйте комментарии под анонсом этой передачи, также смотрите нас на YouTube, ссылки на сайте «РадиусФМ.БИВАЙ». Продолжим разговор через несколько минут, оставайтесь с нами. Мы продолжаем разговор о программе «Учитель для Беларуси», которая находит и поддерживает выпускников и профессионалов из разных сфер в их стремлении стать учителем. Напомню, что у меня в гостях участники программы «Учитель для Беларуси» это Анатолий Бурак, учитель истории и общества видения Станьковской средней школы имени Марата Козея и Татьяна Крапеневич, учитель математики гимназии города Ляховича. Мы в прямом эфире, поэтому можно с нами общаться. Если у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям, пишите нам в Телеграм, ищите наш контакт «РадиусФМ.БИВАЙ» либо нажимайте на символ Телеграм на сайте «РадиусФМ». В соцсети ВКонтакте добавляйтесь в группу проектов «Теме», там оставляйте комментарии, я их прочитаю в эфире, и смотрите нас на YouTube. Мы сейчас рассказали немножко вот эту вот жизненную историю, как получилось так, что наши гости стали участниками программы «Учитель для Беларуси». Давайте немножечко расскажем о том, в принципе, кто может стать участником программы. Могу ли я, например, стать участником этой программы? Или это только для педагогов? Для кого вообще, в принципе, эта программа? Ну, я отчасти уже этот вопрос раскрыл, но тоже могу уточнить, повториться. Эта программа, наша программа, не только для педагогов, не только для действующих педагогов, не только для педагогов по образованию, но не работающих, не работавших по специальности. Участником программы «Учитель для Беларуси» может стать любой человек, у которого есть высшее образование, педагогическое или не педагогическое. Этот человек должен знать предмет, который готов преподавать в школе, Он должен быть готов к возможному переезду, если у него будет такое желание. Он должен будет готов на два года погрузиться в новую возможную для себя педагогическую сферу, если этот человек не имел педагогическое образование. Человек должен быть готов к изменениям, к переменам, к личному самосовершенствованию, к отбору, который будет проводиться перед тем, как будет решено, может ли кандидат быть участником программы «Учитель для Беларуси». Поэтому не только. Татьяна, вот Анатолий сказал, что любой человек с высшим образованием не обязательно педагог, но какие-то проходят этапы. Можете рассказать чуть подробнее, какие этапы отбора проходят участники? Да, я еще хочу добавить, что мы ждем не только закончивших вузов, но и выпускников. Если даже вас ждет распределение, мы готовы тоже, мы ждем таких людей способствовать распределению в те школы, которые вы хотите, которые являются нашими партнерами. Поэтому выпускников вузов это тоже касается, ну и главное, да, это поддерживать нашу миссию, наши ценности, соответствовать. Кстати, сейчас вот как раз у выпускников решается вопрос с распределением. Самое время сейчас им его решать, да? Да, да, да. Поэтому всех ждем. Добро пожаловать. Что за этапы отбора? Ну, в первую очередь, вам нужно заполнить анкету. Она достаточно объемная. Ее можно найти в любых соцсетях «Учитель для Беларуси» либо на сайте «Учитель для Беларуси». Заполняете анкету. После этого с вами связывается рекрутер. Небольшое собеседование по телефону проходится. И в случае, если и вам все хорошо подходит, и программу это тоже устраивает, вы приглашаетесь на первый отбор. К сожалению, в условиях пандемии сейчас отборы проходят онлайн. До этого были очные наборы. Там происходит... Вам нужно показать кусочек урока, еще что-то, но я все фишки раскрывать не буду. В общем, примерно несколько часов в свой выходной день вы проведете в компании замечательных людей из программы «Учитель для Беларуси». После этого вам отзвонятся и скажут, прошли вы дальше или нет. Если в случае вы прошли отбор онлайн или оффлайн, дай бог они вернутся, то вас приглашают на шикарный летний интенсив, где вы в течение месяца будете обучаться, прокачиваться в профессиональном педагогическом плане. И приглашаются прекрасные спикеры, мастера своего дела, и очень многому вас учат. И вот в течение месяца... И вы тоже можете в течение месяца и вас смотрят, и вы смотрите. Мое это не мое. За это время вам подбирается школа. Это может быть не одна, вы можете посмотреть эту школу, другую школу. В общем, чтобы все сошлось, чтобы и школа хотела, и вы хотели в эту школу. И в случае, если все хорошо, то все, в сентябре вы едете в свою новую школу преподавать. Мы уже немножко говорили об образовательных возможностях, о том, что оказывают помощь. Может быть, есть еще что-то, о чем стоило бы сказать? Чем заинтересовать людей, которые думают, это не принять ли мне участие в этой программе? Ну, я хочу сказать, что на этом образование не заканчивается летним интенсивом. Все два года у нас постоянно проходят всевозможные... Это такой комьюнити, знаете, которая все время живет и дышит. Это могут быть и онлайн какие-то вебинары, какие-то обучающие семинары. Мы проводим очень много педконференций. Вот последняя у нас была в червене, 12 февраля, собрало почти 70 человек. И мы рады, что не только такие, знаете, заслуженные учителя уже с опытом большим принимают участие, дают мастер-классы, но и учителя для Беларуси уже активно включаются и дают, и чему-то учат. Поэтому было бы желание, как говорится, все два года возможностей развиваться профессионально-педагогически у любого участника есть. Поэтому добро пожаловать. И я бы еще бы добавил, что это все без насилия. То есть все возможности, которые дает программа по самообразованию, по повышению своей педагогической квалификации, они не обязательны. То есть вас не могут заставить на все, скажем так, мероприятия строго посетить. Вы должны потом еще отчитаться. То есть вы сами в рамках программы можете генерировать эти мероприятия или посещать мероприятия, которые, скажем так, были анонсированы, созданы другими участниками программы и не только участниками программы. Все исключительно добровольно, но это приветствуется. Потому что человек, если он попал в программу, он подписывается на то, что он должен самосовершенствоваться. И еще могу сказать, что те педагоги, которые сейчас работают в школе, и которые подумывали бы о том, чтобы присоединиться к программе, но боятся каких-то отчетов, бумаги какой-то лишней, которая сейчас очень много в школе. Да, это серьезная проблема для учителей. Да, у нас в программе этого нет. Вот, Татьяна, сколько вы отчетов записали, написали за эти полтора года? Для учителя Беларуси? Ни одного. И я тоже. Как замечательно. Пришел интересный вопрос от Евгения из города Пинск. Вопрос такой. Как планируете развиваться дальше? Интересно имеется в виду, лично мы или лично... Я думаю, что вы, как участники проекта «Учитель для Беларуси». Ну вот я хочу сказать за себя, я благодаря программе закончила вчера магистратуру, успешно защитила диссертацию. Я как раз-таки поступила в июле, когда пришла в программу, и понимаю, что я тут же на этом не хочу останавливаться. Мне советуют уже аспирантуру и дальше. Поэтому я сейчас очень активно принимаю участие в любых педконференциях и стараюсь развивать это направление совместно с коллегами «Учителя для Беларуси», чтобы и учителей в глубинках в том числе развивать, поддерживать профессионально, чтобы выгорание не наступало и чтобы они развивались. Вот поэтому для меня вот такая цель не только детей реализовывать потенциал, но и расширять свои возможности. Ведь за каждым учителем стоят еще сотни учеников. Поэтому эффект волны, да, все распространяется еще больше. Это что касается лично меня. Что касается меня, перед тем, как отвечу напрямую, хочу сказать, что у нас в программе поощряются участники, которые не имели педагогического опыта. То есть это люди, которые работали в каких-то разных работах, возможно, в других странах. То есть почему? Потому что это люди могут принести в школу, в образование, а также детям какие-то новый опыт, новый взгляд, свежий, разнообразный, разносторонний. Потому что так часто бывает, что учитель начал работать в одной школе, и вот он там 50 лет и проработал. Вот. Я это к чему? Я в школе проработал уже 5 лет, но уже, получается, в двух школах. Вот. И так получилось, что я нигде больше не работал. Поэтому я считаю, что, возможно, мне стоит сделать перерыв. То есть я точно вернусь домой, к себе в Брест, и, возможно, я не сразу пойду работать в школу. Я бы хотел бы тоже для опыта где-то поработать еще. Может быть, за границей, может быть, в Белоруссии, в разных сферах. Может быть, логистом. Да, может быть, логистом, может быть, бизнес, вот как Татьяна я бы открыл какой-нибудь. Для того, чтобы, когда, скажем так, я отдохну немного от образования, и когда я вернусь в образование, у меня был какой-то опыт, не связанный со школой. То есть чтобы я мог и лично больше развиться, и, возможно, дать детям нечто большее, чем тот опыт, который у меня есть уже сейчас. Говорят же, в принципе, что неплохо менять работу, но в рамках образования обычно педагоги не переходят дальше, чем из одной школы или гимназии в другое место. А тут у вас интересный очень план. Ну что ж, спасибо за такой интересный ответ. Ну, время наше подходит к концу. Мы попытались рассказать обо всех интересных моментах этой программы. Для себя я главное, наверное, что вижу, это то, что это такое комьюнити, как сейчас модно говорить, учителей, увлеченных своей работой. Не тех, которые приходят на работу, потому что, ну, вот больше им делать в жизни нечего. Единственное, что они умеют. А те, которым интересно работать, те, которые хотят зажечь своих учеников, те, которые помогают друг другу не почувствовать вот это выгорание и делать свою работу так, как можно лучше, как можно интереснее. Поэтому если вот нас слушают те люди, которые тоже хотят туда, то, наверное, мы их приглашаем. Ведь сейчас идет набор в программу, правильно? Давайте пригласим наших слушателей, тех, кто хочет стать учителем. Даже, может быть, и не учителей, а именно кто хочет стать ими, да? Да, совершенно верно. Сейчас идет набор в четвертую волна уже, четвертый курс, получается, да, в этом году. Мы выпускники с Анатолия, мы пришли двухлетние. Вот сейчас мы набираем новых учителей, новых участников. Поэтому если вы сомневаетесь, но вы хотите сделать что-то важное в своей жизни, если хотите просыпаться утром и понимать, для чего вы сегодня проснулись, хотите видеть эти сумасшедшие взгляды, сумасшедшие глаза и отдавать, а получать еще взамен в 10 раз больше, добро пожаловать в нашу программу. Заполняйте заявки, приходите и станьте частью нашего действительно апонтанного комьюнити увлеченных учителей. Анатолий, вам слово. Да, буду краток. Если вы педагог, программа «Учитель Белоруссии» позволит вам посмотреть на вашу профессию с другой стороны, и, как сказала Татьяна, возможно избавиться от выгорания, если оно у вас наступило. А если вы не педагог, то это для вас возможность изменить чью-то жизнь к лучшему. И, возможно, не одну. Ну, а я хотел бы видеть в школах больше учителей, у которых горят глаза, так как у наших сегодняшних гостей, потому что я, как родитель, заинтересован в том, чтобы учителя любили детей, и не просто любили, но и любили их учить, и сами были заинтересованы в своей профессии, в том, чтобы для них школа была как праздник. Может быть, это пафосно звучит, но правда так бы хотелось. Я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях были участники программы «Учитель для Белоруссии». Это Анатолий Бурак, учитель истории и обществоведения Станьковской средней школы имени Марата Козея, и Татьяна Крапеневич, учитель математики гимназии города Ляховича, прекрасного города, который теперь я хочу когда-нибудь посетить. Спасибо за то, что вы к нам пришли. Записывайтесь в программу, а запись будет доступна нашей программы, программы в теме, для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiusfm.by, чтобы первым узнавать о том, кто еще придет к нам в эфир. Подписывайтесь на наши соцсети. До свидания, до новых встреч. До свидания. Слушай Радиус ФМ и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах. На сайте radiusfm.by.